Праздник в честь одной из главных вех в истории страны, провозглашение христианства в качестве государственной религии, был учрежден всего лишь три года назад. С предложением придать этому историческому событию государственный статус выступила Русская Православная Церковь. Для праздника было выбрано 28 июля. О том, как прошли юбилейные торжества в видовском благочине в начале нашего выпуска. Особенно торжественно и призывно звучали колокола в российских храмах в минувшее воскресенье. В День памяти равноапостольного великого князя Владимира, крестившего Русь. Видновчане радостно отмечали памятную для нашего Отечества и народа дату. На Божественную Литургию в храм Великомученика Георгия Победоносца в Видном прибыли глава Ленинского района Сергей Кошман, глава городского поселения Видный Сергей Троицкий, представители общественности, жители города и района. Клирик Георгиевского храма, священник Дионисий, отслужил благодарственный молебен и еще раз обратил внимание участников торжества на важность события, которая состоялась более тысячи лет назад. Некогда равноапостольный великий император Константин в IV столетии понял, что именно христианство, как религия, может стать основой и опорой общества и государства. Это та закваска, которая придала будущей истории России тот вектор развития, в котором мы с вами и прожили 11 веков. Сергей Николаевич Кошман в своем слове также подчеркнул судьбоносную, объединяющую роль православия в истории государства российского. Братья и сестры, мы православные. И как здорово, что именно эта вера нас объединяет, сплачивает, нас ведет за собой. Глава района передал в дар храму икону праведного воина адмирала Ушакова, причисленного Русской Православной Церковью к лику святых в 2001 году. Подарок не случайный. 28 июля Россия отмечала еще и День военно-морского флота. А глава городского поселения Видное рассказал о плодотворном взаимодействии администрации поселения и духовенства видновского благочения. Вручил батюшке праздничный букет цветов и сказал, что в скором времени в новых микрорайонах Видного появятся еще два храма. Елена Бабина, Александр Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.